Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии Радио Болтком программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас в гостях в студии режиссер, актриса. Ирина Шмукст. Доброе утро. Доброе утро. Ты уже у меня второй раз. В прошлый раз мы говорили с тобой о твоей книге «Знак». Ты мне рассказывала. Ты за время ковида сделала аудиоверсию этого спектакля. И это была большая твоя работа. Какая-то связана с таким... Практически радиотеатр ты же сделала. Да, у тебя были какие-то записи. Что это? И где это можно сейчас послушать? Можно послушать на странице театра Гертрудес. Там два аудиоспектакля. Но это как бы спектакль просто не только аудио. Ну, как мы привыкли слушать в наушниках. В одно ухо, в второе ухо. Но мы сделали... У меня была команда. Ева Джинджа. Ой, вылетела из... Аудиоинженер. Да, вспомню, скажу. Карлос Гликс. Мы вместе делали как бы 3D. Что я слушаю в наушниках с закрытыми глазами. И мне кажется, что я сижу посередине этого всего, что происходит. То есть там окружает тебя звук. Это непросто. Да. Звук наверху, звук внизу. У одного уха, у второго. Я слышу, как приближается человек. Ну, как бы мы сделали такое настоящее пространство, что мы... Через звук, да? Через звук, да. Чтобы... Мне просто интересно работать, чтобы все люди, которые даже не видят, ну, незрячие люди, чтобы они могли представить, что это, ну, как бы настоящее время, что происходит вокруг. И потом мы и стали. Ну, вообще, мне кажется, этот эксперимент твой с этим спектаклем, он, конечно, был очень необычный и очень интересный. Ну, для самых тоже. Потому что там два спектакля. Один у тебя обгорелые уши, если правильно по-русски. Это во время ковида, когда закрыли все, никто никуда не мог путешествовать. Все куда-то, где-то застряли. Мы придумали спектакль, что мы разрешаем путешествовать. И все в этом спектакле могут куда-то поехать. Просто утром проснуться в гостинице в комнате. Да, потом дальше всякие там происходят. Это твой день, когда ты на солнышке просто спалил свои уши, да? Ну, почти, да. Это Анна Теконст день, получается. Она писала рассказ. Там многие говорят, что там рассказ, там же никакого рассказа нет. Я хочу оппонировать, что там как раз есть рассказ. Рассказ не всегда обозначает... Повестивование. Да, и когда мы берем слово. Но рассказ – это не только слово. Рассказ – это звуки. Рассказ – это какие-то звуковые действия. Что мы понимаем, мы приходим на массаж, например. Это рассказ, что там происходит. Да, просто другими средствами. Другими средствами, да. Ну, вот я хочу как раз тогда сразу спросить тебя про спектакль, которым мы играем завтра. «Сосед» по пьесе Паши Пришко. Там же есть два параллельных, три параллельных рассказа. Ну, как бы мне кажется, да, что получилось. Это рассказ по пьесе, который там есть, что происходит с двумя людьми в определенный период времени. И еще видеорассказ каждого из героев, которые они сделали просто через свои взгляды на мир, как через фотографии, которые мы с вами делали. Ну да, когда мы начали делать, даже когда мы делали читку в Лейбке-музее, уже было время… Полтора года назад, да. Полтора года назад мне казалось, что нельзя делать Пришко как бы, ну, вот такими средствами, что мы актера там переодеваем, там, налипим усы, там, не знаю, что-то, и делаем такие типажи. Мне казалось, что Пришко написал такой очень-очень чувственный этот диалог, что там, ну, происходит. Кажется, ты смотришь спектакль, там, ну, ничего не происходит. А если ты вглубляешься в этот текст, что он говорит, там такая боль, такое одиночество, такая какая-то несовместимая одиночество, и дружба, и тяга к другим, и какая-то там любовь, такая, про что говорит герой, про жену. Ну, там и абсурд, там очень... И я не хотела потерять этот текст в... В разыгрывании его. Да, потому что тогда мне казалось, что мы потеряем то, что написал Пришко. Он написал очень чувственно этот текст. И мне казалось, как бы сделать... И мы даже получили очень мало денежек, ну, для спектакля, делания. И думаю, тогда начало, думаю, ну, как, как, как? И мне интересно было, какой день у актёров, один день в их жизни, ну, изначально хотелось, чтобы они утром как проснулись, начали фотографировать. Ну, это мы знаем, что все заняты, и всех семьи, и там, всё что. Такой эксперимент с утра до вечера не получился, но они месяц или два фотографировали для себя какие-то там кружка, там, не знаю, чистить зубы и что-то. Вот мы построили, как бы, немножко другую актё... Жизнь актёра, как бы. Ну, они там тоже... Чтобы они оставались и героями, и самими собой. Да, да, да. Чтобы их присутствие было на сцене, да? Да. И там... И что ещё, мне кажется, что получилось хорошо, они как-то, актёры, сфотографировали такие фотографии, которые не показывают других людей. И там получился, как бы, ихний одиночество, рассказ, и рассказ Прешко, где эти герои... Которые тоже вообще живут в каком-то очень странном мире. Да, да, да. Как будто бы... Да, как будто там всё вокруг есть. Там понимаешь, что большая семья, там всё, что... Ну, они там встречаются в одно утро. Вот здесь, сейчас, разговаривают, и там что-то такое магическое происходит. Я бы хотела верить, что которые приходят, смотрят, и кажутся, а что там такое? Это как будто ничего. В конце что-то почувствуют. Ну, то, что я вот как-то хотела показать, и что я в этой пьесе чувствую. И очень трудно смотреть, я знаю, что трудно смотреть, потому что это не такое... Кажется, что ничего не происходит. Да, да, да. И это такой же спектакль, что мы приходим... Мы же в это время, когда всё время у нас картинка меняется, 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 а там не меняется. Там редко меняется. Ну, такая пауза такая, зависшая жизнь. Да, да. Подвисшая жизнь. Да. Что это такое? Ну, я хочу сказать, что мы делаем теперь русские титры. Мы сыграли два спектакля на латышеском языке. Премьерных, один в Кулдыге, другой в Риге. И вот с сегодняшнего показа начинаем делать русские титры. Проверим сегодня, как это всё будет. Поэтому текст белорусского драматурга Павла Пришко, одного из, наверное, лучших русскоязычных драматургов сейчас в современности, мне кажется, одного из самых интересных. Ну, он особенный. Просто таких нет. Он пишет так, как никто не пишет. Ну, да, я тоже зависла на этот текст, что хотелось сделать. Ну, да. Как получилось, надо приходить. Да, его очень много ставил Дмитрий Волкострелов в Петербурге. Это просто его автор, потому что это необычные, необычные пьесы. Это такое, как бы сказать, ты можешь придумать там всё. Ты можешь другую планету создать на сцене. Да, да. И ещё я хочу сказать, что это было большое, как по-русски, и Зайтина Аймс, для актёра. Ну, просто ты берёшь текст и кажется, а, там ежедневный текст, там, здравствуй, здравствуй, так и так. Но это было такое большое напряжение, чтобы выучить, потому что там, ну, вот... Как будто одно и то же всё время. Как будто одно и то же, как будто он пряжко написал без запятых, без точек, он как будто... Безэмоционально как будто. Да, он как-то так идёт, как одно стихотворение такое, или всё время один... Там получается всё время одно предложение, как будто всё время он только немножко, как будто сдаёт какой-то сбой и опять... И опять продолжается. Да, я редко встречалась с таким хорошим текстом. Ну, вот, я хочу сказать, что, конечно, надо посмотреть. И плюс, Лена, это была история изначально придумана для тебя и для Гирта Круменьша, с которым вы когда-то работали вместе в Новом Рижском театре, и вот встретились сейчас в маленьком пространстве другого театра независимого. И ты позвала, пригласила актёра, которого я видела, может быть, в каких-то детских спектаклях, и он у тебя играл в книге «Знак». Да, Эмилс Круменьш тоже. Да, вот расскажи про него, пожалуйста, потому что про Гирта можно много прочитать, с ним много интервью, он известный артист, он много играл в больших спектаклях у Алвиса Херманиса, много снимался в кино. А про Эмилса расскажи, как у тебя с ним вот... Как ты его нашла в первый раз? У меня Эмилса... Я даже не знаю, где я его видела, я с ним не работал сначала, я увидела... А, знаю! Когда я работала в Новом Рижском театре, он работал... билеты... Проверял. Да, и садил зрителей в зале. Ну да, у вас много таких молодых людей, которые начали... Один из них, и не с Сухановс. Да, да, которые начали как будто в театре, в гардеробе, а потом уже что-то сами. Я, не знаю, ты мне же мне сказала, что тоже так было. Там я его увидела, потом я видела в каком-то спектакле, не помню где. И когда я искала команду для книги «Знак», мне надо было таких актёров, которые очень крутые и хорошие, но не боятся, что их... Не будут видеть. Не будут видеть. И я смотрела, которые... Вот не знаю, как по-русски сказать, вот такие сердечные актёры, которые не идут впереди со своим «я», «я» вот так. Но при этом глубокие, умные интересы. Да, да, да. И Эммиус оказался один... Ну и я когда брала, я ещё сначала делала мастер-классы с Каролей Нажерной и Тесс Литвы, которые есть театр сущений, и я тогда ещё смотрела актёров. И я там увидела, что там будет хорошо. Ну, как бы, да. Что он это чувствует, да? Как надо работать, как можно вот себя убрать, а оставить только свою работу. И мне очень нравится, что Эммиус никогда не будет конфликтировать. Он всегда как-то рациональный. Что? Что? Почему? Но при этом он эмоциональный тоже. Очень, да. Да. Я думаю, и не знаю, что Эммиус хочет или не хочет, что про него рассказывать, рассказывает этот факт или нет. он сначала пошёл в школу моряков, учился на моряка. На моряка, да. И я думаю, что он это... Ну, может, он такой даже по характеру, но он как-то... Я вижу, что другие актёры или перед, или после, когда ты одеваешь костюм, ну, по характеру мы видим, я там кофту так ложу, что-то так, у него всё время всё перфектно сложено. Да, 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 есть такое, да. И я вот эти маленькие замечаю очень... Ну, вот такие маленькие... И из этих маленьких как бы деталей мне слаживается... Образ человека, да? Да, да. Который тебе... С которым тебе интересно работать. Да. И вот Эммиус, когда... Как будто я его знаю, а есть что-то, что я и не знаю. Ну, вот это мне очень нравится. Но вы же с ним вместе работаете ещё в спектакле, где ты работаешь как актриса. Да. В Дулайс поставил Мартин Чайхев, ЦАСИС... Малый театр. Да, да. И мы по школам ездили. У меня была Илза, мы немножко говорили об этом. Это спектакль, который... Вот расскажи про него, потому что мне кажется, что это очень интересная работа. Вы же его выпустили в 19-м году. Ну вот сезон 19-го, 20-го года. Да, немножко мы показали, потом пандемия. И сейчас вы его восстановили и начали играть. Да, начали играть. Это в проекте... Скола Сом. Школьная сумка. Скольная сумка, да. Да, когда искусство приходит к детям в школу. Да, спектакль очень не для актёра трудный, а трудный, по-моему, для зрителя, потому что там не смотреть трудно, а это тема, про которую говорят, что мы все же смотрим на горизонт и хотим узнать, что там за горизонтом. И когда мы туда идём, нас бьют. Ну как бы... У нас препятствия всё время. Да, всякие, да. Там препятствия от матери, учителя и так. Ну это же показывает эту тему, которая с нами, со всеми. Дорога к мечте. Да, да. И очень крутая тема. Ну и вас там четверо играют. Да, мы четверо там. Напомни мне, пожалуйста. Нелла... Ну Анна Аболиня. Нелли Анна Аболиня, да. Она работает в Валмирском театре. В Валмирском театре. Равиндж Дирц тоже в Валмирск театр. Эмил Скруминдж и я. Да, мы четверо. Да. И это такое приключение на сцене тоже, потому что у вас там игра такая. Вы всё время меняете обстоятельства своего существования. И меняем роли. Ну как бы там мы не переодеваемся всё время в белых костюмах. Да, строительные какие-то. Да, да, и всё время... И строите всё время тоже там уже вы декорации всё время делаете. То мы мать, то мы дети, то мы учители. Ну всё время что-то там меняется. Скажи, а как дети реагируют на такой формат спектакля? Школьники, которые 10, 10, 11... Старшеклассники, да? Да, они очень-очень хорошо смотрят спектакля. Понимают условия игры эти, да? Понимают, да, да. На книжке написано, книжка для детей с 11, да, там, не знаю, сколько лет, по-моему, было. Ну, я думаю, там для 16, 17, 18. Это... Потому что ты тогда начинаешь понимать, что с тобой происходит. Уже есть какой-то опыт. Да, да. Младшие немножко как бы смотрят, потому что актёры приехали, и там что-то... Но там видно, что они... Там глубоко не могут попасть, да? Да, они немножко начинают как бы... Ну, там... Другой... Хорошо, у тебя же есть ещё один опыт в Цессе с Малой театр. Это уже твоя работа как режиссёра, да? Да, там два. Два. Для малышей с 6 месяцев до 3 лет. Такой бэби-театр. Бэби-театр, да. И второй, это называется... Удэнсцельш, дорога воды. И второй называется... Гадалайки... Времена года. Времена года, да. Это с 3 до... Вот до 5 или 6, сейчас не знаю. Ну, то есть больше дошкольников. До школьников, да, да, да. Скажи, пожалуйста, а почему ты вот... Мне просто интересно, почему ты как режиссёр работаешь в каком-то направлении, вот таком изучении... Театр ощущений тебя интересует? Вот то, что ты сделала книга-знак. Да, я много времени жила в театре. В обычном. В обычном театре. Там, ну, происходили всякие спектакли, и обычные, и немножко не... Ну, ты для меня всё равно незабываемая, конечно, в этом спектакле Sound of Silence. Спасибо. История с банками всё равно одна, мне кажется, она прямо одна из самых запоминающихся в этом спектакле была. Потому что она потом ещё вырастала в этот хор мальчиков с банками. Ну, как ты его начинала и как ты его имя их, ну, как бы закручивала, это миссис Робинс. Ну, да, и... Ты для меня так и есть миссис Робинс. Ну, вот. Ну, да, мне... Вот как-то я мало чувствую, что в Латвии... Ну, не знаю, может, я неправильно говорю, что у нас немножко традициональный театр всё-таки. Мы и даже театры, которые независимые, мы всё равно идём такой традициональный. Ну, потому что... Ну, квадрофронт выключается немножко за это. Ну, всё равно там есть традициональные, очень традиционные эти спектакли. Но они пробуют как бы всё равно. У них что-то там, какие-то пробы есть. Ну, всё-таки, правда. Ну, да, 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 есть всякие... Ну, да, зацепляются, есть. Я и понимаю, почему. Потому что если сделать спектакль в театре, где у тебя актёры, которым надо платить и... Чтобы был полный зал зрителей и так далее. Да, и платить за помещение, там надо думать, как продать билеты. А вот мне это не надо сейчас думать, я экспериментирую. Потому что, мне кажется, ну, зачем тогда жить? Чтобы экспериментировать. Мне очень неинтересно делать такие вещи, что я знаю, как делать. Ну, я просто, может, не там гений по режиссюре. Ну, у меня нет таких спектаклей, что весь свет меня не знает. Но я понимаю, как он строится. Ну, ты уже училась у Мары Кемеля. Да, да, да. Я выучилась как режиссёр, и потом Алвиз взял меня в театр как актрису. Но ты же ставила всё равно что-то. Немножко ставила, да. Мне очень нравится играть. Сейчас это немножко не хватает. Да, но... И возвращаясь к тому, что ты делаешь вот такие, изучаешь вот эти новые формы, они просто тебе дают какую-то возможность открыть в себе что-то новое. Да, 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 да. И я смотрю... Ну, да, я когда сделаю спектакль, я как-то смотрю вместе с детьми, и как-то мне кажется, что я возвращаюсь. Ну, что у меня внутри какое-то дитё, оно не кончается. И потому мне кажется, что ты всё время держишь себя в каком-то молодёжном тонусе. Не знаю, моё такое ощущение. Потому что... Ну да, я смотрю эти спектакли вместе с маленькими детьми и понимаю, что я смеюсь, как они. Ну, это же самое классное качество, быть открытым настолько. Но вот в Литве много бэйби-театров. Да, да. Но им занимается очень много вот современный танец. Ну, потому что всё-таки это менее вербальный бэйби-театр. Он более как бы вот в сторону каких-то предметов, движений, общения как бы с детьми. И мне очень нравится, что дети всегда сидят... Ну, как бы маленькие же они совсем. Что это может быть не для детей, а для того, чтобы мама пришла с ребёнком. Да. Когда у меня была дочка маленькая, я поняла, что меня никто не ждёт нигде. Я прихожу на концерт с ребёнком, все смотрят, потому что ребёнок или плачет, или что-то там. И всем мешают. И все говорят, надо идти на такие концерты, ну, что для детей. Что все такие же будут. Да, все орали вместе. А на самом деле нет. Ну, да. И вот я это вспомнила, когда начала или думала, что делать. Мне казалось, что хотелось хороший спектакль и для маленьких. Ну, потому что мамам надо встречаться. И я думаю, что... Ну, конечно, говорят психологи, что маленькие дети не помнят с трёх, шести месяцам ничего, что в их жизни происходило. Они не помнят, но им же нужно как-то включаться в жизнь. Ну, всё равно он же смотрит. Слово маленькие. Я помню, как моя дочка научилась, первое слово Каия, птица, это... Чайка. Чайка, да. Но она у тебя театральная девочка. Ну, знаешь как? Она... Что чеховская чайка для всех, для каждого художника надо сделать чайку. Я думаю, что она думает, что она... Ну, я не хочу сказать, что она ненавидит театр, но театр отнимает ей... Немножко маму, потому она к театру так... Опять театр? Да-да, со стороны. Ну, да, ну, я помню, как мы учили это слово. Мы стояли у окошка, я говорю, Каия летит, чайка летит, чайка, чайка. И через два дня она говорит, чайка, я о... И, ну, эти спектакли я строю только от своей, как я понимаю, ну, своей практики. Потому мы на спектакле говорим много раз маленький, маленькая рыбка, большая рыбка. Может, это как бы кажется, что очень инфантильно, но это для детей очень-очень. Ну, как мы нам... Ну, мы учим всё время. Мы же тексты в театре тоже учим. Долго повторяя, повторяя. Повторяяя 10, 15, 20 раз, чтобы выучить. Так же самое и ребёнок, который... Так же другой язык надо учить. Да. Повторять, повторять и повторять. Да, да, да. И, знаешь, я хотела тебе сказать, что это тоже, возвращаясь к твоему ощущению от спектакля, от пьесы Паши Прешко, это то время, когда вот эти повторы, они дают тебе разобраться с самим собой. Да. Мне кажется, когда ты повторяешь что-то одно для себя много раз, ты как будто бы это слово переворачиваешь с разных сторон и видишь его как будто бы в 3D, то, что ты говорила. Да, да. И это какое-то какое-то другое отношение и к времени, и главное, к времени, потому что мы бежим и многого не видим, а можно остаться. Да, мне кажется, в этом спектакле очень круто, что они как бы разговаривают друг с другом, но они даже разговаривают немножко сами с собой. Там такая параллель тоже получается, что я говорю с другим человеком, и пока я говорю, мне приходит моя мысль. Мне, кстати, так приходит про спектакль и мысль. Другой раз я хожу месяцами и думаю, как это сделать, что сделать. И просто когда начинаю с кем-то говорить, вот начинаю рассказывать, мне так как бы такая струя идёт, я говорю, говорю. А параллельно у тебя выстраивается. Всё, пришло. Я просто выговорила какое-то, ну... Да, то, что мешало появиться. Да, да. Скажи, пожалуйста, Лена, а ты сейчас работаешь в музее. Да. Что ты там делаешь, расскажи, пожалуйста. Что это за музей? Это же какое-то новое пространство совсем, да? Ну, нет, это музей литературы и музыки, который был напротив президента Пилс когда-то. Там закрыли дом на ремонт, дали... Ну, там, я не знаю, это историю всё, как там, что... Ну, неважно, в общем, пришлось переезжать. Да, переезжать, и пока мы ждём в Старой Риге Марста-Люэла новый дом, сейчас мы в Дзягушкалной, Пулка-Эла-Астонии, там музей... Там Краатове, там где... Склад музеев. Ну, как бы музейные... Там, где, ну, как будто... Ну, да, там вся богатство музеев. Все запасы, вот по-русски это называется запасники. То, что запасные коллекции все музейные, они там хранятся. Хранятся, да. И у нас там тоже сейчас... Там четыре музея, да, четыре там кино-музеи, истории-музеи, живопись... Я не знаю, по-русски живопись... Максласс музей. Да, художественные, да. Художественные, да. И наш писатель и музыки-музей. Мы там в новом красивом доме все... Ну, вот я говорю, там же красивое здание. Да, очень красивое здание. Сейчас, да. А оно открыто для посещения? Да, да. То есть туда можно приехать? Можно приехать до пяти. У нас экспозиция сейчас... Ну, у нас нет такой стабильной экспозиции, которая там годами стоит. Сейчас есть про Линард Стаунс стихи... Про поэта. Про поэта, да. И, по-моему, такой очень-очень хороший... Истадо. Выставка. Выставка, да. Очень-очень хорошая там. И можно слышать его голос. И как-то почувствовать, что было для него главное. Да, и я там работаю как преподаватель. Там приходят классы. Я им вожу... Уроки нет. Ну, да. Ну, как бы такие... Просветительские ведешь такие, как лекции, да? Внутри вот этих выставок. Ну, мы... Ну, даже не внутри. Там у нас 17... Отдельные темы у тебя какие-то есть, да? Да, да. И для всяких этих... Там первый класс, 12 класс. Ну, многие тоже ездим по школам с этими... Лекциями. Лекциями. Ну, да. Там как будто занятия больше. Ну, то есть это не просто вот ты рассказываешь что-то, а ты еще с детьми занимаешься, да? Да, они много что сами делают, там, ну, такой радош, процесс. Творческий процесс. Творческий процесс, что они сами... Ну, это связано как-то вот с театральной педагогикой, которая сейчас очень популярна в мире, когда... Ну, вот этот последний... Через театральные... Ну, как бы через театральные этюды ты можешь с детьми начинать какое-то... Да, есть у нас тоже. У нас есть драма с памятой, там, где по сказкам дети переодеваются даже в костюмы, они разыграют сказку, сказку разыгрывают. Сейчас у нас новое занятие для седьмой-двенадцатый класс. Там тоже сначала мы говорим про поэта какого-то, сейчас про Ленард Стаунца, с сентября немножко поменяется. Да, да. И потом вторая половина мы... Ну, как бы я не могу от себя избежать. Моя профессия актриса и режиссёр, я туда... Ты пользуешься этим. Я пользуюсь, я взяла свой мастер-класс, который я, ну, сделала для себя их, ну, как бы сначала экспериментировала. Я его сделала, как бы занятие, там по речи всякие... Ну, сцен-речь, вот, да? Ну, то есть, как бы публичная речь. Публичная, да. И в школах это тоже учат. Мы берём одно стихотворение и с ним работаем. Чтобы правильно произносить слова, чтобы делать правильные интонации. Я больше иду по то, что мне нравится, ощущения, театр ощущений. Мы с ним работаем не по логике, мы с ним работаем... Ну, если надо, мы и по логике можем работать, но там нету так много времени. Я им даю, чтобы они... Я, когда ездила по школам, я понимаю, что детям, юношам очень трудно посмотреть друг другу в глаза. Я им даю ходить по пространству. Тогда они друг друга в глаза посмотрят, идут дальше. Дальше они поздороваются. Не рассказывай. Не рассказывай подробно. Мы сделаем интригу, Леночка, мы сделаем интригу. Если кому-то из слушателей интересно, у Лены есть мастер-класс. Мастер-класс. Я не знаю. Я не знаю, как по-русски, наверное, это громко звучит. Это хорошо звучит. Почему? Это прекрасно звучит. Я хочу тебя, знаешь, напоследок спросить. У нас уже немножко совсем времени. Но я тебя хочу спросить про спектакль, который тоже очень необычный, который ты играешь вместе с Ингой Альсиной, с которой вы когда-то тоже вместе работали в Новом Рижском. Вы играете этот спектакль в театре Вилла, в театре Настабу в Риге. И в нём нет текста. Я про него рассказывала. В самом-самом конце. Ну, я имею в виду, что там мало текста. И я уже про него рассказывала. Инга у меня была с Калвесом в гостях. Они рассказывали про свой театр, который они несколько лет придумали и делают. Мне кажется, что это один из самых интересных спектаклей, которые я видела за последнее время в Риге. Да. Ну, только мне очень жаль, что никто это не как бы... Ну, это не про то, что мы крутые актрисы с Ингой. Ну, вы крутые актрисы с Ингой. Нет, но я просто... Мне очень нравится Кристина Вейтола, которая у нас режиссёр. Она вообще, ну, это как бы... Интеллектуальный гений, да? Да, что у неё в голове творится. Она же окончила сцен... Она сценограф. Потом она окончила режиссёр. И у неё это мышление очень-очень интересное. Там как будто спектакль плюс перформанс. Что-то такое там получается такое. Но она думает. И лекции Мамардашвили у вас там, да? Да, да, да. Они идут таким фоном бубнящим чуть-чуть. Таким каким-то как... Даже не смысловым, а каким-то просто... Да, может, там не всё понятно, что там говорит. А там, по-моему, и нет такой задачи. Задачи нету. Но там можно, по-моему, поймать какое-то смысл, слова. Что-то как-то там вдруг в твоей... В тебя отзывается. Ну, и мне очень нравится так лаунады, которой вы не боитесь заниматься с Ингой на сцене. Ну, это очень было трудно. Потому что мы же привыкли играть для последнего ряда. Ну, актёры так. Да, да. Ну, мы играем всё равно. Хочешь, не хочешь, мы играем. Это там кто-то может говорить, что, ну, актёр живёт на сцене. Мы всё равно играем. А вот этот спектакль, который Кристина сделала, там точно надо было не играть, а быть. И это было очень-очень, ну, как бы трудно. Потому что тебе кажется, что ты не играешь. Ну, я там... Ну, я же там существую. Я ничего не играю. Ты там находишься в этом вообще. Да. И Кристина говорит, нет, не переигрывай. А я в себе думаю, что я такое делаю? Вот поймать то, что Кристина нам хотела сказать. Ну, вот спасибо. Он очень хрупкий, да, спектакль? Да. Такой фрэджел у вас. Потому что там чуть-чуть и будет не туда. И можно... Цирк начинается. Ну, я имею в виду, что ведь... Ну, я имею в виду в хорошем смысле цирк. Да-да, я тоже. Так что он визуально всё равно, конечно, выглядит как... Ну, да-да-да. Ну, там, чтобы не перейти в одну сторону, в одно, как бы, и не перейти в второе. Там, ну, как бы на лезвие ты идёшь немножко, чтобы не переиграть ни в одну сторону. Я к тому, что надо идти смотреть. Да, в феврале. Вы как играете? Играете, будете играть, да? То есть надо ловить на сайте Велотеатра жажду сбыться. Да, по-моему, девятого, если я... Да, я вот не перестаю рассказывать про этот спектакль, потому что мне кажется, что для зрителей очень важно при всей моей тоже любви к большим формам, к большим спектаклям. Вот я сейчас рассказывала, что я посмотрела в национальном последнюю работу Валтера Силиса, который такой прям театр-театр, где актрисы, костюмы, всё, вот, пожалуйста, всё для вас. Никаких микрофонов, подзвучек, ничего. Вот живой театр такой, вот, как мы любим. Но при этом мне кажется, что прекрасность театра в его разнообразии. Да. И что рядом с таким спектаклем прекрасно, что в Риге есть такие, как вы, которые играете совсем другое. Совсем другое, очень нежное, очень тонкое, очень ранимые в этом. И я прям всем очень желаю пойти посмотреть, потому что, опять-таки говоря, что это идут саунд записи оригинальных лекций Мамардашвили, они на русском языке, там что-то такое слышно. Это всё всё равно на, как ты говоришь, на ощущениях, на очень тонких ощущениях. Ну, Лена, я тебе желаю ещё работать со всем, что ты любишь. Да. И с детьми, и с ощущениями, и с чувствами, и как актрисе больших ролей. Да, я принимаю это. Всем хорошего дня. Пусть будет хороший, несмотря на сегодняшний неожиданный снег, хорошая погода, солнце светит. Будем надеяться, что у всех всё будет хорошо. На пару минут уже светлее. Да. Вообще свет победит тьму. Да. Спасибо, Жень. Спасибо, Леночка.